Начнем с того, что весь мир сегодня автоматизируется, и человек труда, он не имеет того статуса, который он имел 100 лет назад во время Октябрьской революции. И индустрия мировая сегодня выглядит совершенно иначе. Рабочая – это профессия, нельзя сказать, что она отмирающая, конечно, но это больше сегодня профессия для документалистов. Она не мейнстримно, не очень знакома, не очень интересна для зрителей кинематографа, которые почти все живут в больших городах и вообще не знают, что это такое, это работа руками, не понимают, зачем это нужно. Надо отметить, что в Советском Союзе это в известной степени было искусственной историей, потому что известно, что настоящие рабочие и особенно крестьяне хохотали над теми советскими фильмами, пропагандирующими их труд, которые показывались в кинотеатрах, и говорили, что это позорище, не имеющее никакого отношения к реальности. Совета недавно Светлана Баскова делала фильм «За Маркса», рассказывающий о реальных рабочих и о социальных протестах, в том числе против власти. И тут другая причина, которая не позволяет эту тему превращать в кинематограф. Не только зрители молодые не пойдут это смотреть, но и власть не будет довольна. Если власть не будет довольна этим фильмом, зачем она будет это спонсировать? А если власть не будет это спонсировать, то кто будет платить за фильмы, на которые не пойдет массовая публика? Это все замкнутый круг. Хочу сказать, что сегодня стран, где снимается вообще кино о человеке труда, крайне мало. Я могу назвать две. Это Китай, где чаще всего рассказывается о невыносимых условиях этого труда. Но тоже чаще кинематографисты снимают фильмы о постиндустриальном обществе, о безработных бывших рабочих, о закрытых заводах, а вовсе не о том, как эти люди процветают и являются фундаментом общества. И о том же самом снимается социальное кино в Англии, в стране, где вообще социальный кинематограф очень силен. Я напомню, что в этом году Кен Лоуч, ему, кстати, сегодня 80 лет, прекрасный английский режиссер, получил вторую золотую пальмовую ветвь за фильм «Я, Дэниел Блейк». Историю плотника, который после инфаркта не может получить социальной поддержки от государства. И такого рода кино априори не рассчитано на широкую аудиторию, конечно, но в Англии она достаточно широкая. А в России она будет крохотулечной, поскольку все-таки действуют законы рынка, не очень понятно, кто и на какие деньги такие фильмы, в принципе, будет снимать. Продолжение следует...